Республиканская президентская новогодняя елка прошла в столице. Участие в ней приняли более ста детей со всех регионов страны. Репетишки торжественно проводили символ уходящего года зайца и встретили дракона. Все гости праздника получили поздравительные открытки и памятные подарки от Касмжомарта Токаева. Яна Гладкова побывала на утреннике и зарядилась новогодним настроением. Золушки и принцессы, батыры и ковбои съехались со всех уголков страны. В зале блестит все, но самое главное – глаза детей. Санью из Североказахстанской области трудно не заметить. Огненная птица Самрук, по ее словам, принесет радость и счастье в следующем году. Я золотой ездил, золотой, 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 золотой. Также крылья из фамирана, теплоплесна и все ручная работа. Делали около месяца и было задействовано очень много людей. Вместе со школьниками огни на елке зажег главный педагог страны Гани Бесимбаев. Сегодня, как и вы, более шести миллионов детей празднуют Новый год. Всего за эти три дня вы посетили самые красивые достопримечательности нашего прекрасного города Астаны. В том числе Байтирек, ставший символом независимости. Государство делает все возможное, чтобы у вас было счастливое детство. Теперь, дорогие юные друзья, вы должны целеустремленно учиться, получать осознанное воспитание и расти сильным гражданином этой страны. Праздничную атмосферу детям создали 400 артистов из лучших творческих коллективов столицы, а солисты Государственного театра оперы и балета Астана-опера подарили детям новогодний спектакль «Золушка». Неотъемлемой частью представления стал хоровод под песни известных казахстанских артистов Маржан Рабаевой, Караката Бильдиной и Ержана Максима. Юные гости остались довольны. Я желаю, чтобы всем казахстанцам, чтобы все казахстанцы не болели и были все жиры и здоровы. Поздравляю всех с Новым годом! В заключении каждый юный гость получил поздравительную открытку и подарок от имени президента Касынжо Марта Тукаева. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Астана Таймс.